До 20 августа в Черкесске планируют завершить благоустройство 22 придомовых территорий. О том, как реализуется нацпроект «Жилье и городская среда» в республиканской столице, узнавал Али Баташев. Пятилетняя Ксюша играет с котом-барсиком на новой детской площадке придомовой территории на улице Некрасова 5 и Лермонтова 159А. Здесь можно заниматься спортом, порезвиться с друзьями или просто покататься на качелях. Рядом есть удобные скамейки с клумбами. Нравится. Почему? Потому что здесь очень много детей. Я нахожусь, с кем друзей жить. Раньше такого не было? Нет. Площадка кардинально изменилась. Полностью вся планировка поменялась. С учетом, что с 96-го года здесь ничего не менялось, я видела предыдущую площадку, я на ней выросла. Это прям чудесная площадка для детей. Дети радостные. Можно видеть. По сравнению с тем, что было, конечно. Качественное искусственное покрытие на детской, игровой и спортивных площадках. Наличие лавочек и освещение в вечернее время, удобные проезды к дому, тротуары и парковочные места для автомашин. Примерно так будут выглядеть придворовые территории после благоустройства по проекту формирования современной городской среды, говорят в мэрии Черкеска. На данном дворе все работы выполнены 100%. В ходе работ были выполнены работы по устройству освещения, проезда, парковок, тротуаров. Устроена детская игровая площадка с монтажом качелей и элементов. За счет жителей после окончания работ было проведено благоустройство дворовой территории. То есть посажены деревья, цветы, озеленение данной территории. Работы по благоустройству придворовых территорий начались в республиканской столице с 20 апреля. На сегодняшний день они полностью завершены по двум адресам. Лермонтово 159, Ани Красова 5 и Советская 178. Формирование комфортной городской среды включает в себя благоустройство придомовых территорий. Эта программа полностью идет из средств федерального бюджета. То есть денежные средства жителей многоквартирных домов вообще не привлекаются. То есть делается за счет государства. Основные мероприятия, проводимые по этой программе, включающиеся в благоустройство, это установка освещений, лавочек, урны, проезды, тротуары, парковки. Остальное все, что захотят жители многоквартирных домов, делается по согласованию с администрацией, с привлечением их денежных средств. До 20 августа этого года в республиканской столице планируют завершить благоустройство 22 придворовых территорий. На сегодня подрядчиками уже выполнено порядка 80% работ, говорят представители мэрии Черкеска. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия.